Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас о главных событиях в стране и мире за сегодняшний день. Австрия приняла у себя представителей балканских стран. В Вену съехались министры внутренних и иностранных дел. На встречу обсудили передвижение мигрантов по Европе в направлении их главного пункта назначения – Германии. В ходе переговоров участники встречи пришли к выводу – должны скоординировать действия по ограничению движения беженцев, поскольку общего европейского решения проблемы пока нет. А тем временем власти Греции, дипломаты которой не были приглашены в Вену, назвали мероприятие недружеским и сказали, закрытие балканского миграционного пути привело к гуманитарному мини-кризису в стране. Австрия – последняя транзитная страна на пути сотен тысяч мигрантов в Германию. Она создала эффект домино, когда ограничила поток беженцев на свою территорию. Число мигрантов, которые могут пересечь границу за день, сократили до 3200. За сутки власть Австрии принимает не больше 80 заявок на получение статуса беженца. В Афинах заявляют, действия Вены привели к ужесточению правил пересечения на других границах в балканских странах. В результате беженцы стали скапливаться в Греции, в частности, на границе с Македонией. Но австрийское правительство не намерено снимать ограничения. «Три недели назад мы встречались в подобном формате на европейском уровне – западно-балканские страны, включая Грецию. Эффекта не было никакого, поскольку Греция считала, что неправильно обсуждать её границы. Кроме того, она не хотела сокращать поток в Европу, а только хотела обсуждать, как побыстрее вывести людей». Австрийская власть, говорит, не справляется с наплывом беженцев. Большинство мигрантов направляются в Германию, но если считать в процентном соотношении с населением, Вена приняла столько же заявок, сколько и Берлин. Тем временем Бельгия начала проверки на границе с Францией. Для этого были направлены почти 300 полицейских. Такое решение страна приняла после того, как во французском портовом городе Кале начали снос огромного лагеря мигрантов, который называют джунглями. Люди там ждали возможности перебраться в Великобританию через Евротоннель. Как предполагается, мигрантов, которых остановят на границе, немедленно отправят обратно. Военные расходы Австралии увеличатся. За 10 лет они могут вырасти на 21 миллиард долларов. Тогда они составят 195 миллиардов. Эти цифры заложены в проект бюджета Министерства обороны страны. Основную часть средств планируется потратить на модернизацию флота. На покупку 12 новых подлодок потратят 20 миллиардов долларов. Также в планах закупка 9 фрегатов и нескольких сторожевых кораблей. Для их обслуживания привлекут еще около 5000 человек. Программа перевооружения также предусматривает покупку новых самолетов и бронетранспортеров. Необходимость модернизации в Минобороны Австралии объясняют растущей угрозой со стороны Китая, который недавно перебросил на спорные острова в Южно-Китайском море зенитно-ракетные комплексы. Госдеп США призвал американские банки не покупать российские облигации. Это объясняет тем, что их покупка противоречит международным санкциям, наложенным на Москву из-за агрессии против Украины. И хотя формально ограничения не запрещают этого делать, в Госдепартаменте Соединенных Штатов говорят, это может нанести репутационный ущерб финансовым учреждениям. А тем временем за сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, два бойца получили ранения. Боевики продолжают обстреливать наши позиции вдоль всей линии ограничения. Исключение – только луганское направление. На Донецкому напрямку, неспокойно в районе Донецкого аэропорта, в частности, боевики, застосовывали там стрелецкую зброю, гранатометы и великокалиберные кулеметы поблизу селища Песке, Опытного и Авдеевке. И также стреляли с минометов бля Первомайска. Проте, найгарячее за дубу было бля Зайцевого. Тут боевики совершили спробу наступа и неодноразово застосовывали минометы калібром 82 мм, гранатометы разных систем, стрелецкую зброю и великокалиберные кулеметы. Бой продолжал почти дубу. Украинские военнослужащие мужно выстояли и откинули врага с высоты, с которой они наступали. На месте покинутих позиций боевиков наши бойцы нашли величайную колькість озброєн. Вчера боевики полностью залишили селище Широкине. Село полностью сейчас находится под контролем Збройных сил Украины. Сейчас там отбываются работы с розчищением и разминуванием территории, адже під час відходу боевики встановили численні растяжки. В Украине растет число желающих служить по контракту в вооруженной силах. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир. С начала года число желающих увеличилось до почти 8 тысяч человек. Только на прошлой неделе ряды украинской армии пополнились пятьюстами контрактников. Среди них есть и те, кого мобилизовали. Кушнир отметила, государство гарантирует военным контрактникам стабильную зарплату от 7 тысяч гривен. В Украине много фиктивных переселенцев. Об этом говорят в СБУ. И озвучивают цифру таких от полумиллиона до 900 тысяч. Из-за них страна ежемесячно теряет около миллиарда гривен. Масштабы фальсификаций поражают. Место Северодонецка, Луганской области. За адресою вулиця Новикова, будинок 15Б. Зареєстровано та начебто проживає майже 7500 переселенців. Место Ізюм, Харківська область. За адресою вулиця Пролетарська, 2А. Квартира 29. 3293 переселенця. Место Дружківка, Донецька область. За адресою вулиця Радченка, будинок 59. 1300 таких осіб. Воспитанники інтерната із Луганской области побували в Києві благодаря волонтерам і благотворительному фонду Порошенко. Ребята познакомились з городськими достопримечательностями. В рамках проєкту «С теплому серці» ми запросили до Києва дітей Луганської школи-інтернату, на жаль, на долю яких випали великі випробування. Я впевнена, що своєю любов'ю, щирістю і підтримкою однин одного ми закладаємо цим дітям розуміння, що Україна є єдина. І всі ми є одна велика непереможна родина. Діти приняли участие в проєкте «Зимня сказка», побували на выставці «Проєкція» в художественной галерії при администрації президента і весело провели время в арсенале ідей. После цього маленькі українці продолжили заполнять страницы общенационального проєкта «Кніга мира». Вони пожелали Україні мирного і щастливого будущого. А на пам'ять о встречі вручили Марине Порошенко собственноручно сделанні подарки. Україна увеличила свою квоту в Международному валютному фонду. Тепер она почти 2,8 млрд млн долларов. Це позволить уменьшити выплату за пользование денежними средствами фонда. Кроме того, квота определяє право голоса государства-участника в решеннях организации і влияє на лимит фінансування, який країна може от МВФ. Українське госпредприємство «Антонов» представило видеопрезентацию многоцелевого транспортного самолета «Ан-132». Напомню, ранее «Антонов» і компанія із Саудовської Аравії підписали соглашення о совместному продвиженні на ринке королівства 4-х українських санітарних самолетів «Ан-148», 4-х разведовательно-спасательних «Ан-132» і 2-х постановщиків радиопомех на базі цього самолета. Договоренности предусматривают совместну організацію в Саудовській Аравії самолетостроительного комплексу і производство «Ан-132». Спасатели добираються до отдаленных островів Фіджі. Помощь доставляють власть і международні гуманітарні організації. А число жертв циклона продолжає расти. Об этом далі. Погибших от циклона Вінстон на Фіджі вже 42 чоловіка. О нових жертвах спасатели узнають, добираюся на отдаленні острова Тихоокеанського архипелага. Туда і в прибрежні поселки почала поступати гуманітарна допомога. Команде быстрого реагування із Международного Красного Креста удалось доплыть до острова Кора. Седьмого по величине в архипелаге і одного із наиболее пострадавших. Волонтёры отмечають – непросто достичь отдалённих территорій. «Очень печально, що эти люди в отдалённих деревнях не получали помощи на протяжении 4-х дней. Ми тесно сотрудничаємо с районними властями, покрываємо некоторые территории, которые вони не охватили. Ми, в свою очередь, тоже предоставляємо їм інформацію, щоб не було двійної роботи». Фіджі включає 332 острова. На них проживають около 900 тисяч чоловік. Недавний удар стихії нанёс сильний ущерб інфраструктуре. Разрушено багато жилых домів, нарушено електроснабження. Тысячі чоловік продолжають оставаться в евакуационних центрах. Тем временем Австралия і Новая Зеландія направили на Фіджі вертолёты, щоб можна було добратися до островів, які поки остаються отрезаними від внешнього мира. «Ми змогли направити на Фіджі 4 военних вертолёта. Сейчас вони доставляють помощь на віддалённые острова. Ми також направили 2 наблюдательних самолёта, які ежедневно будуть оценивати ущерб». Правительство Австралии выделило миллионы долларов на гуманітарну допомогу для Фіджі. «Я могу подтвердить, что Австралия немедленно отреагировала пакетом гуманітарной помощи для Фіджі на сумму 5 млн долларов. Он включает продовольствие, воду и предметы гигиены, а также палатки». По данным Министерства сельского хозяйства Фіджі, циклон полностью уничтожил урожай. Организация «Спасён детей» сообщает, на островах разрушены или сильно повреждены десятки школ. Врачи предупреждают об опасности вспышки лихорадок Зика и Денге. Эти вирусы переносят комары, которые могут размножаться в стоячей воде, оставшейся после шторма. Зика может доставить ещё много проблем. Об этом говорят во Всемирной организации здравоохранения. Вирус малоизучен, и надо быть готовыми к неожиданностям. Подробности в следующем сюжете. Эпидемия лихорадки Зика может ещё больше усугубиться, прежде чем число заболевших пойдёт на спад. Об этом сообщила генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен. Своё заявление она сделала во время визита в Бразилию, где сейчас вспышка заболевания. Ситуация может ухудшиться, прежде чем дела пойдут на лад. Мы знаем это из опыта. Мы также понимаем, что имеем дело с хитрым вирусом, неизученным. Поэтому должны быть готовы к неожиданностям. Глава ВОЗ также сообщила. Посетила в одной из больниц женщин, у которых родились дети с микроцефалией. Каждая мать при поддержке правительства стремится сделать всё от неё зависящее для своего ребёнка с микроцефалией. Позвольте мне ещё раз поблагодарить вас. Врачи связывают развитие этого рождённого порока с тем, что беременные переболели Зикой. При микроцефалии дети появляются на свет с аномально маленькими черепом и мозгом, что влечёт за собой умственную отсталость. С октября в Бразилии родились 4690 младенцев с этим отклонением. Только за последнюю неделю их число увеличилось на 250. Сейчас в бразильском штате Параиба специалисты изучают воздействие вируса Зика на плод беременной. Комиссия во главе с Министерством здравоохранения и Центром США по контролю заболеваний более 50 дней будет исследовать связь между лихорадкой Зика и микроцефалией. Учёные также предполагают, у переболевших лихорадкой Зика может появиться и другое осложнение – синдром Гиена-Баре. Это тяжёлое неврологическое заболевание, которое может привести к параличу. Эпидемия лихорадки Зика началась в апреле прошлого года, а уже в августе этого Бразилия готовится принять летние Олимпийские игры. Многие правительства и частные лаборатории мира начали разрабатывать вакцину от Зики, но первых результатов ждут только через полтора года. В столице Дании, Копенгагене, открылся первый супермаркет с большими скидками на списанные из других магазинов продукты. Сеть Вифуд сотрудничает с крупнейшими торговыми сетями страны и получает от них непроданные мясо, орехи и фрукты. Благодаря повторной реализации цены на них удается снижать на 30-50%. Министр продовольствия и окружающей среды Дании Эва Кьер Хансен говорит, такие магазины помогут решить проблему увеличения продовольственных отходов. Сейчас в Дании ежегодно выбрасывают 700 тысяч тонн списанных продуктов. С 2011 года это число удалось уменьшить только на 25%. В Нидерландах представили электрический велосипед на энергии солнца. Он питается от батарей и подзаряжается на ходу, но выглядит как обычно. Об особенностях конструкции и цели создания в следующем сюжете. Идея создания электровелосипедов не нова, однако новый отличается от предыдущих. Расположить солнечные панели на переднем колесе велосипеда раньше никто не догадался. Железный конь может заряжаться и во время вращения педалей. «Мы построили первый электрический велосипед с солнечными элементами в колесе. Эта машина способна получать энергию в дневное время или когда вы едете на ней». При создании солнечного велосипеда изобретатели решили сохранить его традиционный внешний вид. «Мы хотели сделать транспорт, который не изменит эстетической концепции того, что многие люди воспринимают как велосипед». Цель создания такого средства передвижения – вклад в защиту окружающей среды от климатических изменений. Ежедневно жители страны преодолевают в среднем по 17 километров до работы. И большинство делают это, используя автомобили. Желание предложить им альтернативу привело к созданию солнечного велосипеда. Но оставалась проблема – как он будет получать энергию в пасмурные дни. Решить ее помогли студенты технического университета Эйнтховена. Секрет изобретения не раскрывают. «Я не могу рассказать об этом. Это как в случае с Кока-Кола. Рецепт напитка не раскрыт до сих пор». Первые солнечные велосипеды будут стоить примерно 3000 евро. В следующем году планируется снизить их цену до 2500. Вещи Наполеона III выставят на аукцион во Франции. Среди них картины и письма. Полвека огромную коллекцию собирал американский миллиардер Кристофер Форбс. До начала торгов ее можно увидеть в здании Парижской оперы. Детали в следующем сюжете. Коллекционировать вещи Наполеона III Форбс начал в 16 лет. Тогда отец отдал ему письмо императора. Луи Наполеон Бонапарт приходился племянником великому полковозу Наполеону I, но не приобрел такой известности, как дядя. Однако был первым президентом Французской республики и последним императором Франции. У власти он пробыл 22 года. Я, как и большинство американцев, и как многие люди, с удивлением обнаружил, что Наполеон был не один. Когда я узнал, что его племянник управлял Францией более 20 лет, то подумал, почему я никогда не слышал о нем, почему историки о нем не пишут. Форбс считает несправедливым то, что имя Наполеона III остается в тени. Он надеется, что продажа коллекции привлечет больше внимания к исторической персоне. Я надеюсь, его будут приветствовать в Париже, и люди начнут по-настоящему ценить его наследие. Коллекция включает около 2000 предметов, в том числе свидетельство о браке Наполеона Бонапарта и Жозефины Багарне. Конечно, прядь волос Наполеона III не стоит столько же, сколько прядь волос Наполеона I. Его шляпа также не стоит почти 2 миллиона евро, за которые я продал шляпу Наполеона из коллекции князя Альбера. Но Наполеон III заслуживает того, чтобы быть известным. Торги пройдут 6 марта в Фонтенблоу. В Украине ищут самых красивых девушек. Национальный комитет конкурса красоты «Мисс Украина» объявил о начале кастинга. У кого есть шансы и какие требования предъявляют судьи, узнаем из следующего сюжета. Шанс стать «Мисс Украина» есть не у всех. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно быть 170 сантиметров ростом, а возраст должен быть от 17 до 24 лет. У девушек больше шансов попасть на конкурс, если они знают иностранные языки и разносторонние развиты. Два девушки приходят возрастом от 18 до 19 лет, до 23 лет, и все знают уже по 5-6 языков. Они сейчас все занимаются духовной практикой, йогой, начинают увлекаться сейчас максимально. То есть мне нравится, что сейчас тенденция чтения книг стала намного больше. Это приятно слышать. Девушки приходят начитанные, умные. Претендентки на звание «Самой красивой» будут участвовать в различных социальных и благотворительных мероприятиях. Они у нас участвовали в спортивных мероприятиях. Они участвовали в чемпионате Киева по вейкбордингу. Мы привлекли наших победительниц прошлых лет, «Мисс Украины», вместе участвовать в проектах и поддерживать недоношенных деток. В прошлом году организаторы конкурса встретились с 15 тысячами девушек. В этом году ждут, что их будет больше. Мы хотим обратить внимание, чтобы больше девушек приходило в маленьких городах, такие как Кривой Рог, Запорожье, Суммы. Очень большие надежды полагаем на них, потому что зачастую какие-то изюминки находятся где-то в глубинках. Кастинг будет проходить в марте и апреле, а начнется отбор в Виннице. Это были главные события из жизни мира и Украины на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова